1 февраля Макарьев день, день назван через преподобного отца Макария Александрийского. Духовные подвиги его были удивительны. Когда преподобный узнал, что кто-нибудь совершает какой-либо подвиг, старался подражать таковому. Например, узнал, что иноки в Тавенгском монастыре в течение всей Великой Четыре Десятницы ничего не вкушает из приготовленного на огне, он положил себе за правило в течение семи лет не вкушать ничего из того, что было приготовлено на огне. Февраль месяц. Наступает февраль, последний зимний месяц. Наши предки-славяне именовали этот месяц года лютым из-за сильных морозов с ветрами, приходившимися на это время года. Называли его и вьюговей, снежень, поэтому и говорили, в юге до метели под февраль налетели. А современное название пришло к нам из Рима, где февраль был последним месяцем года. Для крестьян февраль считался самым тяжелым месяцем. В это время подходили к концу зимние запасы для домашней скотины, а до весны было далеко. На Макария было принято не работать. Люди ходили друг к другу в гости и за новостями, пили чай из самовара. А к самовару в старину было особое отношение. Считалось, что он обладал магическими свойствами. Поэтому сегодня на Макария было принято разжигать самовар валенками. Они использовались в качестве мехов для подачи воздуха в топку. Эти валенки, набравшись энергии и теплоты, впоследствии носили. Считалось, что они защищают от холода, а потом и с их помощью лечились замерзшие суставы ног. Приметы. Если на Макарии метет метель, такой будет погода в течение всего февраля. Говорили, метель на Макария весну долго ждать. Метель сегодня, значит и масленица будет такой. Если сегодня безоблачная погода, весна будет ранней и теплой. Морозный день к знойному лету. Теплая погода на Макария первая половина лета будет дождливой. Сегодня с заговорами можно лечить различные болезни. В ночь на Макария снятся вещи и сны. Сбываются они очень быстро, даже на следующий день. 2 февраля Ефимьев день, назван в честь преподобного отца Ефимия Великого. Родители его Павел и Дионисия, христиане, происходили из знатного рода. В течение многих лет они были бесплодны, о чем глубоко скорбели. Когда они в одну из ночей пребывали в усердной молитве, последовало им божественное видение. Утешьтесь, Бог дарует вам сына, тезаименитого утешителю, потому что при рождении его Бог подаст утешение церквам своим. После этого видения Дионисия зачала сына. Сегодня народ отмечал день зимнего Ефимия, метельного. В это время устанавливалась самая холодная погода за всю зиму. В этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на масленичную неделю. Традиционно на Ефимия устраивались свадьбы. И все потому, что после Ефимия шла масленичная неделя, после чего наступал Великий пост. И если молодые люди не решали сыграть свадьбу до Ефимия, то им приходилось ждать до самой Пасхи. Потом начиналась посевная весенняя и летняя страда. Сбор урожая в итоге свадьба откладывалась до осени. Приметы. Если на Ефимии зимнего в полдень солнечное тепло, крайней весне. Если сегодня день теплый, метели могут быть в течение всего февраля, аж до середины марта. Ветренная погода сегодня в полдень к дождевому лету. Изморозь сегодня к ночным заморозкам. Сегодня нельзя поднимать в земле мелкие деньги. Это к бедности. Все сны, которые снятся на Ефимия, следует толковать наоборот. 3 февраля. Максимов день. Преподобный отец Максим, исповедник, считается утешителем в обидах и помощником в бедах. В этот день принято вспоминать добрым словом людей, когда-то пришедших вам на помощь. Максиму молились о заступничестве вдовы и сироты. Сам Максим получил серьезное научное образование. Он основательно изучил философию и богословие, достиг высокой славы своей мудростью и был уважаем даже в царских палатах. Сегодня отмечают День Ангела, обладатели имени Максим. Хозяйки для этого случая выпекали пироги с начинкой из мяса, яиц, грибов, рыбы. Пирогами угощали не только членов семьи, но и нищих. Сегодня было принято мириться с теми, с кем были в ссоре. Даже ходили в церковь и молились о мире. Просили помощи в сложной ситуации. Считалось, что если сегодня помолиться Максиму Греку, это другой святой, который правил на Руси церковные книги, за дорогого человека, то все в его жизни будет хорошо. Часто ему молились девушки на выдание беспреданного. Сироты, обездоленные люди, чтобы их жизнь удачно сложилась. Был и такой обычай. Если возникла трудно разрешимая проблема в жизни человека, то сегодня надо было пойти в лес, отыскать там березу, прислониться к ней и как самому лучшему другу рассказать обо всем, что тревожит. Как правило, по дороге назад верное решение приходило само собой. Приметы. Ясная погода сегодня, жди затяжных морозов. Если на Максима запланированная встреча не состоялась, это к добру. Бог отходово отвел. Если сегодня сотворишь доброе дело, оно обязательно вернется. Если сегодня супруги возьмутся за руки и стряхнуть снег с дерева, который растет в их дворе, это к семейному процветанию и счастью. 4 февраля. Тимофеев день. День назван в честь святого апостола Тимофея. В юности он стал свидетелем чудесного исцеления апостола Павла, аж слепшего от неверия во Христа. И только выполнил приказ Бога, Павел вновь прозрел. Тимофей так был удивлен произошедшим чудом, что пожелал стать учеником Павла и принял мученическую смерть во имя веры. При жизни был епископом, а умер потому, что на празднике язычников выступил с проповедью, за что был побит камнями. В народе этот день называют днем Тимофея полузимника. Считается, что до весны уже недалеко. И тем не менее, этот день считался одним из самых холодных дней в году. Даже птицы не вылетают сегодня. В народе говорили, что тимофеевские морозы сшибают рог зиме, она идет на спать. С этих дней начинается февральский метиль. Люди даже оставались дома и проводили время в своих делах. Кто отогревал замерзших животных, кто чинил инструменты и домашний утварь. Другие перебирали оставшиеся запасы. В этот день знахарки лечили грыжу. День для этого наиболее благоприятный. Сегодня девушки устраивали соревнования, кто дальше всего прокатится на санках с горки. Считалось, что победительница будет богата льном в течение всего года. Сегодня пчеловоды встряхивали улей, проверяли состояние пчел. Если было слышно жужжание, значит пчелы живы. Приметы. Если днем светит солнце, это крайне весне. Много снега на Тимофея, будет хороший урожай зерновых. Если сегодня стекла в доме запотели, а на улице мороз, скоро потеплеет. Узоры поднимаются вверх по стеклу к морозам. Если идут в бок к оттепели, если начиналась метель, то такая погода продлится около недели. Сны, которые снятся в ночь на Тимофея, вещи. 5 февраля день Агафьи назван в честь святого мученика Агафингела. Юношей он посетил заточенного в темнице святого Клемента, епископа Анкирского. Клемента истерзали неимоверно жестоко, чтобы только он отказался от веры Христовой. Но пытки его не сломили. Вид пыток глубоко потряс юного Агафингена, и он решил также пострадать за истинную веру. Их мучили много раз. Афингела повесили и строгали железными когтями. На голову Клементу надели раскаленный до красна шлем. Этот день в народе называли Агафий полухлебник. Крестьяне проверяли запасы хлеба. Хватит ли их до нового урожая? Не будет ли семья голодать? Заодно проверяли, не испортилось ли зерно для посева. Для этого перебирали семена, избавлялись от зерен, которые оказались испорченными. Амбары, сарай, которые опустили, ремонтировали, чтобы они продолжали служить. Поэтому сегодняшний день был предназначен для решения домашних забот. Впереди была весна и посевные, а потому следовало позаботиться обо всем заранее. Даже была пословица, Агафий в закромах спины не разгибает. Годному зерну счет ведет. Хозяйки пекли сегодня куриные пироги. Они символизировали семейное счастье и плодородие. Сегодня этот пирог должен был съесть каждый член семьи. Остатки скармливались скотине. Приметы. Если на Агафии ударил мороз и светит солнце, в августе будет жарко. Солнечный день к ранней весне. Много снега лежит на земле, год будет урожайным. Погода сегодня, после полудня, указывала, каким будет январь следующего года. Белка выбралась из гнезда к оттепели. 6 февраля. Ксения Полузимница. День назван в честь Ксении Милаской и Евсевии. Она была дочерью знатного человека. Но когда выросла, добровольно покинула отчий дом для того, чтобы служить Христу. Она стала монахиней, строго придерживалась правил духовной жизни, и Господь дал ей способность утешать страдающих, разочаровавшихся в жизни людей. Еще она построила женский монастырь и всю свою жизнь провела в трудах, добрых делах и молитвах. Как мы с вами видим, сейчас много дней календаря имеют приставку полу, хлебник, зимник, корм. И это неудивительно, сейчас переломное время, как в сезоне года зима, так и в запасах продовольствия. Именно по этой причине они и получили такие названия. И этот день имеет несколько названий. Аксения Полузимница, Полухлебница и даже Аксения Весноуказательница. Однако крестьяне говорили, полузимница хоть и пополам, да неровно делит зиму. К весне мужику будет тяжелее. Крестьян интересовало, какая погода будет дальше. Но больше всего интересовало, сколько будет стоить хлеб. В это время закупали зерно, пока оно не поднялось в цене. С этого дня начинались наиболее тяжелые дни, потому что даже самые большие запасы начинали заканчиваться. А до зимых, то есть первого хлеба, еще было очень далеко. Приметы. Какая погода стоит на Аксению, такой будет весна. Если была безветренная погода на Аксению, вторая половина июля будет теплой и сухой. В юго на Аксению будет дефицит корма для скота. Если хлеб сегодня подешевел, год будет урожайным. В юго и метель сегодня к неурожаю и пасмурной весне. Если сегодня редкие и высокие облака, скоро будет тепло. Нельзя ставить сегодня квас, будет неурожайный год. Сегодня запрещалось завязывать какие-либо узлы. Это к смерти. Перестилать постель, можно заболеть. Стричь ногти на ногах, могут быть судороги. Не стоит и рассказывать свои сны. Кто сегодня сядет первым ужинать, тот вскоре умрет. Сегодня старались не ужинать после захода солнца. В некоторых семьях первыми ужинать садились старики, чтобы дети и внуки не умерли раньше. 7 февраля Григорий Богослов, назван в честь отца Григория Богослова, патриарха Константинопольского. Он был вымолен матерью блаженную Ноною. Она желала сына и посылала усердные молитвы к подателю всех благ. К тому же она обещала посвятить его на служение Богу. И Господь исполнил прошение сердца благочестивой жены. В сонном видении ей было откровение, что от нее родится отрок. И назвали его Григорием, как это было сказано в сонном видении. Григорий возлюбил целомудрые души и чистоту тела, а также тщательно охранил свое девство до самой кончины. К этому он был вразумлен материнскими наставлениями и сонным видением, о котором он рассказал. Во время сна, вблизи себя, он увидел двух девиц, облеченных в белые одежды. Они были красивым лицом и одного возраста. На них не было никаких украшений, одетые просто, чистой белой одеждой и скромно опоясанные. Головы и лица были покрыты тонкими покрывалами. Святой Григорий, смотря на них, ощущал в своем сердце великую радость. Когда он спросил, кто они, одна сказала, что она есть чистота, а другая назвалась целомудрием. Они разъяснили ему, что предстоят перед престолом царя славы Христа и сказали, будь единомыслен с нами. Тогда мы тебя, блистающего величайшей светлостью, вознесем на небеса и поставим близ бессмертного троичного света. А в народе о сегодняшнем дне говорили, что пришел Григорий зимний указник. По этому дню предсказывали погоду на следующий год. Сегодня следует делать добрые дела и вспоминать о них, но при этом не хвастаться. Потому что знали, что высшие силы все видят и за хвастовство накажут. Зато за тайное доброе дело щедро отблагодарят. И это произойдет сегодня. Приметы. Какова сегодня погода до обеда, такова и будущая зима до Рождества. Погода после обеда, такова будет после Рождества. Выпавший сегодня снег предвещал раннюю осень и наступление следующей зимы. Если синица поет, это к морозам. Сегодня не пустословий. Все сказанное вернется назад. Не рекомендуется стричь волосы и плеваться. Дарить женщине цветы на счастье. 8 февраля день Симеона. Федоров день. День назван в честь преподобного Симеона Ветхого. Он с юных лет проводил пустынное житие, поселившись на большой пещере. В совершенном уединении. Жизнь протекала в строгом посте, непрерывной молитве и богомыслии. Пищей ему служили только травы, произрастающие вокруг пещеры. Трак продолжалось в течение многих лет. За свои подвиги преподобный получил от бога благодать повелевать лютыми зверями. Умер в глубокой старости. В этот же день состоялось перенесение мощей преподобного Феодора Игумена Студийского. Преподобный Феодор смело выступил против царя и знати, которые извращали христианские порядки и уклады. Они боролись с иконами. За это был преследуем. Когда святая Ирина возвратила себе престол, то первым делом освободила преподобного Феодора. Это было в 796 году. Она передала ему опустевший при нечестивом царе Капрониме. Капроним означает навозник. Во время крещения будущим младенцем он испражнился в купель, тем самым осквернив таинство крещения. Итак, значит, при нечестивом царе Капрониме она передала ему опустевший при нечестивом царе Капрониме Студийский монастырь. Благодаря усилиям преподобного Феодора в обители собралось аж тысяча иноков. И для них преподобный Феодор написал устав иноческой жизни, получивший название Студийского. Это день почитания своего рода. В народе считалось, что в этот день покойники тоскуют по оставленной ими земле и по своим родным. Удаляясь в горний мир душой и на кладбище телом, умершие и после истечения положенных 40 дней после смерти, могут существенно влиять на дела своих родных. Именно поэтому так важно не забывать свои родные корни, могилы предков. Память рода и его поддержка возможны лишь тогда, когда живущие потомки помнят и почитают своих предков. Если же покойник или покойники часто являются, нужно бросить в них камень, а заодно подумать, почему это происходит и сделать так, чтобы это не повторилось. Сегодня можно вызывать духов, для этого надо заранее. 12 пятниц соблюдать строгий пост. День сегодня весьма холодный, поэтому наши предки говорили, Фёдор студит, землю студит. Приметы. По этому дню судили, какова будет весна. Если февраль холодный и сухой, август будет жаркий. 9 февраля. День Иоанна Златоуста. Назван в честь святого отца Иоанна Златоуста, патриарха Константинопольского. Его считают светильником миру, учителем вселенной, столпом и утверждением церкви, проповедником покаяния. Он имел от Бога дар учительства. На нем была благодать Святого Духа. Господь даровал ему знания всей глубины премудрости, благодаря которой он вдохновлял людей светом учения Христова. А своими устами заградил уста еретиков и иудеев, произносящих хулы на Бога. Сегодня все желающие просвещению ума, к учению духовной грамоты, а также отчаявшиеся в жизни греховной и нуждающиеся в помощи, рекомендуются молиться святому покровителю этого дня Иоанну Златоуству, чтобы по молитвам и искренности подал он им руку помощи в разумлении и наставлениях. Также большое внимание уделяли русской печи, символы домашнего уюта и центрам дома. Поэтому печь топили особым образом, дрова клали так, чтобы они вспыхивали вместе. Такой огонь прибавлял счастье в семье и удачу в году. Также упоминали близких и готовили пироги, растягая из грибов и мясного. Приметы. Если сегодня облака идут против ветра, к снегу. Если в феврале бывает много иния на деревьях, то будет много меда. В народе поговаривали, февральская оттепель ничего не стоит, все равно стужа будет. Если стекла окон потеют зимой, это к теплу, а летом к дождю. Также существовала и такая поговорка. Лето как лето, а зима как язва холодна. Если после метели у снежных сугробов гребни закруглены, это к урожаю. Сегодня хорошо лечилась зубная боль с помощью заговора. Лазарева суббота. Златоуста в день. У кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели. Сегодня не моют голову. Не рекомендуется дарить и получать подарки. Наговоры и порчи сегодня имеют очень большую силу. 10 февраля. День Ефрема Сирина. День назван через преподобного отца Ефрема Сирина. Он родился от христианских родителей. В юных годах святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню. Получил от Бога дар при мудрости. Речь его была подобна сладкореке, наполнявшая умилением души всех, слушавших его поучения. И это неспроста. Когда он был еще ребенком, родители видели сон. Виноградная лоза взошла на языке мальчика. Она наполнила ветвями и гроздьями всю поднебесную. В зрелом возрасте со святым Ефремом произошел другой удивительный случай. Когда он занимался пустынной жительством, то пережил великое умиление и сердечное сокрушение. То есть это называется пережил состояние просветления. И в это же время один из богоносных отцов видел во сне светлого, сиявшего подобного ангела мужа. Он держал в руке исписанный свиток и спрашивал, кто может принять и сохранить этот свиток. Голос свыше отвечал ему, никто другой, кроме Ефрема, угодника моего. Перед этим мужем стоял Ефрем. Ефрем открыл свои уста, а муж вложил ему в рот свиток. Преподобный Ефрем съел этот свиток. После этого он начал говорить и писать на задательные речи, приводившие в умиление каждого, слушавшего или читавшего их. Они возбуждали страх Господень и наставляли на путь покаяния. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Также называли и пребаутником в честь домового. Считалось, что он любит пошутить. При этом шутки бывают не всегда добрые. И тем не менее, народ сегодня отмечал день домового. Чтобы задобрить домового на весь год, его угощали теплой кашей, пирогами, сладкими булочками. После ужина продукты оставляли у печи в ожидании, что ночью домовый придет и отведает угощение. Существовало поверье, что в этот день нельзя убивать в доме никаких насекомых, чтобы домовой не обиделся. Этот день также называли кудесами, так как верили, что сегодня происходит много чудес. И опять-таки это связано с домовым. Сегодня запрещало скандалить, ругаться, сквернословить. Приметы. Если на Ефрема рыба хорошо клюет, воздух над лесом густой, год будет дождливым. 11 февраля. День Игнатия Богоносца. Во время римского императора Трояна он был епископом Антиохийской церкви. Своё прозвище он получил за то, что сам Иисус Христос брал его на руки. Повзрослев он был учеником Иоанна Богослова, а далее и епископом. За отказ принести жертву языческим богам его осудили. Он смело отвечал царю Трояну. За смелые речи, твёрдую веру его осудили на сиденье с зверям. На него выпустили голодных львов, которые его растерзали и съели. Остались одни кости. Сегодня отмечали память мученика Игнатия Богоносца и святого Лаврентия. Народ молился этим святым, чтобы они избавили от болезней глаз. День считали опасным. Постились и защищались. Защищались от ведьм, которые сегодня приходили для того, чтобы уничтожить людей. Поэтому сегодня, начиная с темноты и до самого рассвета, по всему периметру дома втыкали веточки чертополоха. Приметы. Народи говорили, как на Игнатия Богоносца аукнется, так в августе откликнется. По февралю-август. Внимательно наблюдали за луной. Если красноватая луна, значит будет сильный ветер. Если месяц только рождается, то какая погода была при рождении месяца, такая будет всю первую половину марта. Если полнолуние, то такая погода будет вторую половину марта. Предсказывали погоду и по дыму из трубы. Если идет коромыслом, значит жди скорого тепла. Народи говорили, февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит. Февраль изменчив-переменчив. То январем потянет, то мартом проглянет. Если сегодня жена легонько ударит мужа по щеке подручным предметом, то он к ней будет ласков и не будет изменять. 12 февраля Васильев день. В этот день состоялся собор трех великих вселенских учителей. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Причина такова. Среди народа возник спор, кто из этих святых лучше. Спустя некоторое время после спора они явились, притом не во сне, а наяву, Иоанну, епископу Евхаицкому. И сказали ему едиными устами. Мы равны у Бога, как ты видишь. Нет у нас ни разделения, ни какого-либо противодействия друг к другу. На этом спор закончился. Согласно народному поверью, сегодня нельзя прясть пряжу, это грех. Этот день еще называли днем трех святейших неприодильщиков. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В лесу с этого дня начинаются волчьи свадьбы. Звери дерутся друг с другом, кто станет женихом. Поэтому люди старались в этот день в лес не ходить, чтобы не попасться на глаза злым животным. Станный путь к этому времени становился трудным, так как появлялись проталины на дорогах. На столе в этот день непременно должны были быть блюда из дичьев. При этом дичь готовили с разными начинками и красиво украшали. Однако ходить на охоту в этот день запрещалось. Приметы. Если в этот день ветер, быть сыром угону. Снежные хлопья становятся крупными к оттепели. Если на снег выходят мыши, к скорой оттепели. Деревья покрылись инеем к теплу. Если подул ветер с севера, а туч нет к сильным морозам. Если луна красная, к сильному ветру. Можно строить планы на будущее. Они будут удачные. Нельзя сегодня ревновать и злиться. Лучшее время помириться – это сегодня новосильев день. Если этого сегодня не сделать, будут враждовать весь год. 13 февраля день Никиты. День назван в честь святого Никиты Затворника Печорского, епископа Новгородского. В юности Никита был обольщен бесом, который предстал перед ним в образе ангела и сказал, чтобы он не молился, а читал книги. Братья усиленными молитвами удалось отогнать от Никиты беса. Он исповедовал свой грех и начал вести строгую жизнь. Бог простил его и наделил особым даром. По молитвам к Богу – низводить дождь с неба, гасить пожары и многими другими чудесами. Сегодня молились святому Никите, потому что считали его защитником от молнии и пожаров. Вечером не рекомендовали выходить из дома, могут навести порчу, особенно если 13 февраля выпадает на пятницу. Тогда весь день считается неудачным и опасным. Если пожар возникал в этот день, его считали делом огненных бесов и колдунов. Были специальные знахари и ведуны, которые умели заговаривать огонь. Приметы. Если огонь в печке горит красным пламенем, это к морозу. Если горит белым пламенем, это к оттепели и ранней весне. Если печь плохо топится, а дрова гореть не хотят, это к теплу. Пожар на Никиту – порча, наведенная на всю семью. Если ночь сегодня ясна, завтра будет солнечно. Если на деревьях выпал иний, ночь будет звездная. Если сегодня на солнце видны круги, к урожайному году. 14 февраля день Трифона назван в честь святого мученика Трифона. Еще с юных лет была на нем благодать Божия, и Господь даровал ему силу чудотворения, дабы не только из уст его младенца, но и из чудесных его дел совершить себе хвалу. В ранних христианских книгах рассказывается об исцелениях от всяких болезней, совершенных святым отроком Трифонов, об изгнании им бесов из людей, обращавшихся к нему. За борьбу с яжичеством был сурово мучен, умер сам по молитве своей. В народе говорили, что наступил Трифон Мороз, Трифон Перезимник. В этот день девицы молятся о женихах, потому что все работы были сделаны, и февраль считался месяцем свадеб. И сегодня праздновали свадьбы, потому что впереди Великий Пост, и тут уж было недовеселье. В связи с этим святого Трифона считали покровительницам любящих супругов и семьи ими образованной. Кстати, день влюбленных святого Валентина на Западе аналогичный праздник. Трифон и Валентин покровительствуют влюбленным. Сегодня традиционно признаются в любви, дарят подарки, проводят совместно время. Следует упомнить и то, что Трифон защищает людей и от грызунов, мышей и прочих. Если в амбаре заводились мыши, то молились святому Трифону, и грызуны исчезали. Приметы. Погода на Трифона показывала, какой будет весна. Если тепло, то в ближайшие месяцы будет тепло. Если к вечеру небо затянуло туманными облаками, то установится хорошая погода. Если на Трифона небо звездно, то будет весна поздняя. Если на Трифона вечером небо будет ясным, а на нем много звезд, то зима будет долгой. Снег в этот день к дождевой весне. Безветренный и теплый день к ранней и теплой весне. Если влюбленные сегодня дадут клятву верности, им будут не страшны соблазны и преграды. Свадьбы, бракосочетания – сегодня хороший знак на будущую семейную жизнь. 15 февраля. Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Это принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа и его родителями. Она состоялась на 40-й день после Рождества. Родители отнесли его в храм, чтобы посвятить Богу. Этого момента ждал старец Симеон. Он знал, что будет жить до тех пор, пока не увидит Спасителя. 300 лет он ждал и вел скромную, богатестивую жизнь. И пророчество сбылось. Он взял Иисуса на руки, провел необходимый обряд, отдал родителям и умер. В народе этот день считают днем первой встречи весны. Наступают Сретенские морозы. Они считаются последними. На Сретене вечером было принято делать заговор на солнце. Солнышко-ведрышко, выгляни красно из-за горы, выгляни на солнышко до вешней поры. И если оно перед закатом проглянет сквозь облака, это означало, что прошли последние морозы. Если же оно не покажется, ожидая сильных власевских морозов. Это 24 февраля. Особо заботились в этот день о домашней скотине, птице, запасах зерна и плодовых деревьях. С этого дня начинают откармливать домашнюю птицу. Кормят кур овцом, приговаривая. Корми кур овцом, весной и летом будешь сеть цом. На Сретене не следует отправляться в дальний путь. Снег кое-где уже стаял и сани не поедут. Приметы. Если в этот день капель – это к урожаю пшеницы, а ветер – к плодородию фруктовых деревьев. На Сретене небо звездное, зима долгая. На Сретене солнце идет на лето, а зима на мороз. На Сретене цыган шубу продает, мол, тепло близко. Если же была оттепель, это предвещает худую и гнилую весну. Если была метель, то это предсказывало, что весна задержится больше, чем обычно. Закончится корма для скота. На Сретене в храмах зажигали специальные свечи – громницы. Пламя от этих свечей защищает дома от пожаров и нечистые силы. Облегчает страдания умирающих людей. Освященная на Сретене вода лечит многие болезни. 16 февраля – день Семена и Анны. Сегодня вспоминают жизнь и деяния святого Семена Богоприимца и святой Анны Пророчицы. Анна находилась в Иерусалимском храме, когда в него родители принесли младенца Иисуса. Она первая узнала, что это спаситель, и поведала об этом. Старец Семен прожил 300 лет, чтобы встретиться со спасителем. И согласно Божьему завету он мог спокойно умереть. Семен принял на руки младенца Иисуса, поддержал его, исполнил обряд, отдал родителям и умер. Этот день называют хранителем младенцев. И к Анне, и к Семену обращаются с просьбой о даровании здоровья новорожденным. А еще его называют починки. С ранней зари, помоляясь, всей семьей крестьяне шли в сараи работать. Занимались ремонтом летней сбруи, издовой и пахотной. Отчего появилась поговорка. На Семена расчиняй починки. Семен с Анной сбрую починяют. Считается, что в эту ночь домовой приходит на конюшню и катается на лошадях. Может даже загнать их насмерть. Чтобы нечисть не побеспокоила животных, хозяева на ночь привязывали к гриве каждой лошади по кнуту и паре портянок. Это был оберег от домового. А чтобы задобрить домового, и он не проказничал, после ужина оставляли в углу горшочек каши на ночь. В этот день была традиция украшать веники. Согласно поверьям, именно в венике живет домовой. Поэтому подметать пол сегодня запрещалось, чтобы не нарушить покой хозяина. Также существовала опасность вымести и самого домового. А это оставить дом без защиты. С этого дня отчитывались семь наиболее сильных утренних морозов. Их называли утренниками. После них наступала весна. Приметы. Если день снежный, лето будет дождливым. Чем раньше встанешь и начнешь делать домашние дела, тем быстрее наступит весна. Не подчинить изношенную сбрую в этот день к неприятностям. Если в этот день утром снег, куражаю ранних хлебов. В полдень куражаю средних хлебов. Снег под вечер куражаю поздних хлебов. Не рекомендовалось в этот день носить черные вещи и брать деньги взаймы. К мелким досадным неприятностям. 17 февраля Никола Студеный. День назван в честь преподобного отца Николая Исповедника, игумена Студийского. Он стойко претерпел тяжелейшие истязания за веру Христову. И Бог даровал ему дар исцелять недуги людей. Он исцелил супругу царя Евдокию от тяжелой болезни. Явившись в сонном видении, он сказал, уповай на Бога, ибо ты не умрешь, но получишь исцеление и будешь здрава. Позвали старцев. Царица узнала виденного во сне Николая. Поклонилась ему и тотчас стала здоровой. Николай Студеный считался на Руси самым холодным днем в феврале. Даже существует соответствующая пословица. Пережили Афанасия Ломоноса, это 31 января. Власия, 16 февраля. И тебя переживем, Никола, а там дело пойдет к теплу. Были и другие названия этого дня. Волчий сват, маковый закат. Наступало время звериных свадеб. Охотники примечали. Лисы ударяются в пляс. Друг перед другом сжиманятся. А выйдет луна, зайцы начинают носиться. Игумену Николаю молятся сегодня для исцеления от болезни. Знахари сегодня заговаривали ветер. Делали привороты и отвороты. Также сегодня подается лечение болезни желудка и поджелудочной железы. Пословица этого дня. Николай Студеный на мороз тарават. Тарават означает щедрый, склонный к расточительству. На Студеного Николу снега навалит аж с гору. Студеный день, шубу в новый день. Приметы. Если лес почернел, это коттепели. Сегодня не охотятся. Если ветки еле изгибаются вниз, к снегопаду. Вверх, к ясному дню. Не следует ездить далеко. Опасно. Сегодня не мылись, не стригли волосы и ногти. Если сегодня приснится птица, будут новости. Если свинья – какое-то неприятное жизненное испытание. 18 февраля. Агафья – коровница. День назван в честь святой мученицы Агафьи. Она пострадала за веру Христову. Ее жестоко истязали, отрезали сосцы, кинули в темницу. В полночь явился ей святой апостол Петр в образе благолепного старца, чтобы исцелить ее. Агафья отказалась, сказал, что имеет Господа Иисуса Христа, который одним мановением все исцеляет. Петр в ответ сказал, что он послал меня к тебе, девица, ибо я его апостол. Посмотри, ты исцелилась. Тело ее вновь стало здоровым. Вот такое вот исцеление по мне, а не то, что там, что-то там ждать. В этот день на Руси поминают отошедших в мир иной отцов-прадедов, чтобы не забывать родовые связи. А умершим насильственной смертью в церкви ставили свечку. Мученица Агафья почиталась в народе покровительницей домашнего скота, оберегающей его от болезней. Поэтому ей сегодня молились. Считалось, что в этот день по селам ходит коровья смерть. Ее представляли в образе старухи в белом саване или страшной женщины с руками граблями. Она обладала способностью обращаться в различных животных черного цвета. Было поверье, что сама коровья смерть не может войти в село. Ее можно только завести вместе с товарами, обозами и прочими вещами. Помочь справиться с коровьей смертью может только борозда. Решив опахивать свое село, женщины и девушки тайно собирались ночью в одних белых рубахах с распущенными волосами. Вместе упрыгались в саху и проводили борозду вокруг деревни. При этом обязательно откидывали землю или снег в сторону противоположную деревни. А на перекрестках чертили кресты. А управляла сахой целомудренная девица, либо вдова. Дополнительно в хлевах вешали старые лапти, пропитанные дегтем. В ночь на Агафью не спали, защищались от бесов. Чтобы они не проникли в дом, трубы замазывали глиной, в щели втыкали в веточки чертополоха. Это позволялось защититься и не допустить в дом бесов. Ведь проникнув в дом, они могли легко войти в спящего человека и навести порчу. А у бодрствующего проникнуть невозможно. Поэтому сегодня и не спали. Приметы. Морозный день к ранней весне и хорошему лету. Нет снега или ударил мороз к летней засухе. Если сегодня тепло, конец зиме. 19 февраля. Вукол Телятник. Назван в честь святого Вукола епископа Смирнского. Он был первый епископ, служивший в Малой Азии. Просвещенный Духом Святым, Вукол сиял как светильник. Пребывавших в отме заблуждения и идольском прельщении, он просвещал небесным светом. И через святое крещение делал их сынами света. Всех защищал от бесчисленных, невидимых, но свирепых и неукротимых зверей бесов. Которые так и ищут, как бы кого поглотить. В деревне это было время начала отела. Существовала поговорка, на Вукола народились жуколы, то есть телята, рожденные в феврале. Отсюда и народное название этого дня – Вукол Телятник. В этот день молились об удачном отеле. После отела ждали 12 удов, чтобы прошло молозиво и молоко было годным к употреблению. Из него варили молочную некрутую кашу и совершали обряд. Обкладывали с сеном горшок каши и ставили в чашку с овсом. Трижды приподнимали чашку над головой и говорили – на 100 бычков, на 1000 телушек. Снимали пенку и ели кашу. Приметы. Ясная морозная погода в этот день обещала бурную весну, сухое жаркое лето. Чем на Вуколу Телятнику было холоднее, тем теплее будет в марте. На Вукола хозяйки жили чабрец. Считали, что его дым делает молоко более вкусным, а телят – здоровыми. Если одинокому человеку сегодня помолятся, то вскоре отыщется его вторая половина. 20 февраля – день Луки, назван через преподобного отца Луки Ефесского. В отроческих годах он уже был мужем совершенным, любил безмолвие, уединение, был скромен. Более того, он в этом возрасте был уже великим постником и воздержанником. Не вкушал мяса, воздерживался от молока, сыра и яиц, не прикасался даже к яблокам и другим садовым плодам, которые так приятны для малых людей. Питался хлебом, водою и огородной зеленью. В пятницу и среду до захода солнца ничего не ел. Будучи в зрелом возрасте, к нему пришли женщины, и с плачем, рыданием, припав к ногам его, стали исповедовать тяжкие грехи. После их ухода напали на него скверные помышления и стали толкать на грех. Святой Лука, уразумев коварство дьявола, противопоставил ему оружие молитвы. Он три дня простоял на одном месте, все время молясь Богу. Так он победил искушение дьявола. Дождем слез угостил пламень ужасной похоти. С помощью Божию стер главу адского змея. И вот что интересно, после указанного трехдневной молитвы он совершенно изнемог и уснул. В видении пристал ему ангел в образе прекрасного юноши. В руке он держал удочку, которую стал проталкивать через уста внутрь тела. Блаженную Лука проглотил ее всю. Потом этот юноша вынул удочку и на ней извлек некую часть его тела, мясистую и кровавую. Выбросил ее и сказал, дерзай и не бойся. Это были плотские греховные страсти. Кстати, у меня во время одного из голоданий нечто подобное было. Сегодня пекли пироги с луком. Ели их сами. А часть раздавали нищим. Считалось, что отданность с прибылью вернется назад. Поминали усопших предков. Жив родители, почитай. А умерли, поминай. Также старались не совершать плохих поступков. Раскаиваться в грехах и делать только добрые дела. Анализировали свои мысли и поступки. Думали о том, как стать лучше и избавиться от недостатков. День считался наиболее подходящим для приготовления целебных средств и скоренью. Особую силу имела лапчатка. Ее цветки напоминали крест. Поэтому она считалась в народе могушницей. Травой, в которой заключена сама крестная сила. Приметы. Чем больше сегодня милости не подашь, тем больше получишь. Нельзя играть свадьбу на луку. Это поминальный день. Женщинам нельзя носить платье зеленого цвета. Делать покупки. Это к неприятности. В феврале подаются лечению сердечные болезни. 21 февраля. День Захария Серповица. День назван в честь святого пророка Захарии Серповица. Такое прозвище он получил потому, что в одном из сновидений увидел большой серп, палящий в воздухе. На самом деле это был свиток с написанными откровениями от Господа. Пророк Захария оставил драгоценное наследие – книгу пророческих видений. Ни одного пророка не встречаем в такое множество подробностей о последних днях жизни нашего Спасителя, как у пророка Захария. В этот день святому Захарию Серповицу молятся бабы-жницы. Лунный серп по народному преданию в этот день был особенно острым. Поэтому крестьянки доставали серп и показывали его месяцем, чтобы он наточил его, и он был так же остер, как лунный серп. Заодно серпы кропили крещеной святой водой и приговаривали. Не обрежешь вовремя месяца серпа, не нажнешь в поле и снопа. Считалось, что так с жатва пойдет легче. Приметы. Мороз на Захария, теплые дни в марте и зиме конец. На деревьях лежит иней, соберут много меда. Частые восточные ветры в конце февраля-начале марта предвещают пыльные бури. После Захария рыба не клюет. Если молодому месяцу показать серп, это к богатому урожаю. Сегодня можно точить острые предметы к удаче на весь год. Сегодня не следует проводить хирургическое лечение и пломбировать зубы. Сегодня остерегайте сглаза. Не завидуйте. Можно сглазить человека, а сглаз всегда возвращается назад. Сны сегодня вещи. Если приснился гроб к долгой жизни. Огород – плохие новости. Сливки или молоко к богатству. Замок – возможность судебного разбирательства. Зеркало – вероятность заболеть. Сегодня можно играть свадьбы, организовывать молодежные посиделки. 22 февраля – день Никифора Панкратия. День назван в честь святого мученика Никифора. Он пошел на добровольную казнь за веру вместо отступника в прошлом своего друга. Панкратий Печорский жил в XIII веке. Он отправился в пещеры и начал соблюдать благочестивый образ жизни, живя в добровольном затворе. Прославился в подвигах поста, а также чудотворениями. Молитвой постом и помазанием елея он исцелял людей от различных недугов. В этот день принимались плести лапти. Приговаривали наш Панкратий лаптями богат. Даже называли этот день Панкратий лапотник. Плетением лаптей занимались исключительно мужчины. Плели большое количество, потому что эта обувь была очень быстро изнашиваемая. Снашивают по две пары лаптей в неделю. Обеспечение обуви всей семьи на весну и лето было достаточно сложной задачей. Поэтому сегодня, когда до весны было еще далеко, начинали плести. Сегодня можно отнести обувку в починку. Проверить ее состояние или купить новую. Проверяли состояние хозяйства и приговаривали. Если у Панкрата дело в руках, то у хозяина хлеб в устах. Начинали подготовку к севу. Посевные семена три утренних зари подряд выставляли на мороз. Это была закалка семян перепадом температуры в весеннее время. Оттепели случались все чаще, а в воздухе витали весенние запахи. Зима подходит к концу. Приметы. Сильный мороз после Никифора бывает только ночью. Столбы возле солнца на мороз. Если рябчик в оттепель начинает ночевать на еловых ветках, к морозу. Снег прилипает к деревьям, к оттепели. Снег гнет своей тяжестью ветки, к урожаю. Пушистый иней с утра, к хорошей погоде. Если в мороз лес зашумел, это к оттепели. 23 февраля. День Харлампия Прохора. Священномученик Харлампий отказался поклониться языческим богам. Палачи терзали его железными когтями. Содрали всю кожу с головы до ног. Харлампий благодарил мучивших, говоря им, что истрогав мое тело, вы обновили дух, который стремится перейти в новую вечную жизнь. Преподобный Прохор, печорский чудотворец, придался себя такому воздержанию. Он собирал траву-лебеду, протирал ее руками и делал из нее хлеб, которым питался. Каждый днем чувствуется приближение весны. В народе говорили, что сегодня нужно обязательно помилиться святому Харлампию. Его считали хранителем от внезапной смерти без покаяния и молились об избавлении от подобного. Гибель без покаяния страшнее смерти для православного христианина. Только раскаявшаяся душа может попасть в рай. Сегодня говорили, увидела зима Прохора и громко заохала. Уже заметно увеличился световой день. Солнце высоко поднимается над горизонтом, согревает землю, а морозы слабеют. Приметы. Ясный месяц на Прохора грозам. Если на Прохора и на следующие 6 дней погода морозная, в марте будет тепло. Мужчины сегодня не должны работать. Дело не пойдет. Не дарите мужчинам сегодня часы и носки. Это к расставанию. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, можно рассчитывать на выздоровление. Съесть сегодня рака и подумать. Об одноименной болезни можно самому заболеть. Сегодня старались не есть рыбу и раков. Если сегодня кто-то неожиданно утонул или заблудился в лесу, или получил травму, говорят, что этот человек наверняка совершил какой-то страшный грех. Согласно приметам, ни леший, ни водяной не смеет тронуть праведника. 24 февраля. День Власия. День назван в честь святого священномученика Власия, епископа Севастийского. Власий отвергал любые злые дела. Всю жизнь прожил кротко, праведно, богоугодно и беспорочно. За это обрел дар чудотворения. По его молитвам многим болящим подавалось от Господа исцеление. И не только людям, но и животным. Он возлагал на них руки, возносил о них молитву и отпускал совершенно здоровыми. За отказ принести жертвы языческим богам его жестоко мучили. Считало, что на Власии в день начинаются последние по-зимнему морозные дни. Вообще, этот день особенно почитался у наших предков еще с языческих времен. Оказывается, сегодня наши предки поклонялись Виллису, богу, который известен как покровитель домашнего скота. Они приносили Виллису жертвы и молились о здоровье домашних животных, о приплоде с тех времен. Виллиса заменили на власия, которого почитают покровителям скота, а сегодняшний день называют коровьим праздником. В этот день старались особенно тщательно ухаживать за домашними животными. Даже проводили различные обряды и предсказывали различные природные явления по поведению скотины. Крестьяне сегодня не работали, так как считали, что это предохраняет скот от падежа. Приметы. Пришел влас, знать держи рукавицы про запас. Три утренника морозных дня до власия, три после власия и седьмой на сам день власия. Власий днем коровий бок нагреет, а ночью заморозит. Власий на дворе, значит весна на горе. Мороз запел и санный след оледенел. Сугробы снега, значит в мае будет много зелени. Если сегодня оттепель, холодных дней больше не будет. Накормить сегодня скотину, особенно корову, самым лучшим кормом. Животные будут здоровы весь год, а в семье будет достаток и мир. Чтобы коровы были ласковыми и хорошо доились, молодая хозяйка обязательно должна была сегодня выпить медовухи. Если корову сегодня окропить святой водой, она будет хорошо доиться весь год. 25 февраля. День Алексия. День назван через святого отца Алексия, митрополита Московска и всей России чудотворца. Он происходил из боярского рода. Когда ему было 12 лет, он в поле расставлял сети для ловли птиц. Утомился и уснул. Во сне он услышал голос. Зачем, Алексий, ты напрасно оттрудишься? Я сделаю тебя ловцом людей. Он постригся веноки. Причем по стрижению ему дали то имя, которое он слышал в сонном видении. Алексий. Сегодня выносили на мороз зерно, предназначенное для посева. Такая закалка семян растений давала лучший урожай. Верили, что так зерно закаляется и заряжается Божьей силой, поскольку Бог в этот день смотрит с небес на людей. На мороз выставляли также леные пряжи, чтобы нитки и мотки были чистыми, ровными и белыми. Примечали, если на Алексии потеки были, то и рыба должна ловиться. В этот день готовили и ели рыбные блюда. А сам день считался рыбным. В старину знахари старались сегодня излечить из пух. И если человек испугался очень сильно, исцеляли его особым способом, иначе он впоследствии заболеет. Для этого применяли магические ритуалы и заговоры. Приметы. Туманы на Алексеев день к дождливому лету. Если сегодня вьюга, лето будет дождливым. На небе звезды к богатому урожаю. Сосульки длинные, к хорошему урожаю овощи. Ручьи потекли, рыба будет хорошо ловиться. Сегодня они рекомендуют начинать новые дела, а также поездки. Все будет напрасно. На Алексея снятся вещи и сны. Если приснились рукавицы, жди незваного гостя. Квас возможен обман. Орехи и семечки к мелким неприятностям. Обезьяны возможен необдуманный поступок. 26 февраля. Мартынов день. День назван в честь преподобного отца Мартиниана. С юного возраста он возлюбил бога и стал проводить иноческое житие. 18-летним красавцем он оставил город, родню, отрекся от мирской суеты и уединился для безмолвного и пустынного жития. Проводя жизнь, подобно бестелесным ангелам, он пробыл здесь 25 лет. За свою добродетельную жизнь он удостоверился получить от Бога дар исцелять недуги и болезни. Святой Мартин покровитель этого дня. Его считают не только укротителем, но и избавителем от блудных страстей. Чтобы избавиться от подобного, надо обратиться к святому Мартину с молитвой «Яка подвижника благочестия искусно и страдальца произволения честного и пустыннее жителя и всельника». В песнях достойно восхвалим Мартиниана, пресночестного, той бы змея попра. Сегодня ночью наши предки делали заговор на звезды, чтобы уберечь себя и своих близких от сглаза и болезни. В этот же день молились они и святой Светлане. Поминали сегодня умерших предков, ходили на кладбище, посещали могилы или церковь, ставили свечки за упокой, подавали милостыню нищим, чтобы предкам на том свете жилось хорошо. Сегодня было принято молодым супругам ходить на посиделки, встречаться со своими старыми друзьями. Разговаривали о жизни, делились новостями, секретах ведения хозяйства и так далее. Сегодняшний день был неблагоприятным для решения денежных вопросов и покупок. Также сегодня нельзя было скверно словить приметы. Если день на Мартина пасмурный, весна будет холодной. Если сегодня ясный солнечный день, летом будет очень жарко. Если сегодня заняться уборкой в доме, это к счастью и удача в делах. Если сегодня ночью яркие звезды, умершие родственники смотрят на мир с небес. Позовите их по имени и в трудную минуту они обязательно помогут вам. Сегодня не следует вышивать, прясть и ткать. Можно ослепнуть. Если в этот день туман спустился к земле, жди тепла. 27 февраля день Кирилла назван в честь равноапостольного Кирилла, учителя славянского. Он вместе с братом Мефодием занимались переводом церковных книг из греческого на славянский язык. Ими была придумана славянская азбука, так называемая Кириллица, которая лежит в основе современного русскоязычного алфавита. За основу был взять греческий алфавит. Заодно отметим, что до этого была своя славянская письменность, глаголица. Именно ее заменили Кириллицей. Старину этот день называли бабами с брыксами. Сегодня ходили в гости к бабам-повитухам, которые помогали роженицам разрешиться от бремени. Их всячески благодарили и угощали пирогами, сладостями и вином. А мужчины для этого случая готовили особое пиво. Это пиво, сваренное на воде, собранное из семи святых источников. Вначале воду наливали в ступку, сделанную из благородного металла, и толкли серебряным пистом. Вода насыщалась благородными металлами, и уже потом из нее варили пиво. Это пиво считалось целебным, поддерживающим здоровье жены. Жены пили его сами и приносили в дар бабам-повитухам. Также на столах наших предков сегодня обязательно стоял безалкогольный напиток на основе пряностей и меда. В этот день существовала такая поговорка «Снег осядет, поля уточнятся». Оказывается, крестьяне старались удержать на полях снежный покров, чтобы снежная водица способствовала лучшему росту зерновых. Для этого они выходили на заснеженную пашню и утаптывали снег, чтобы его не смело. Сны сегодня вещи. Если приснились, тарелка и горшок – это к неудаче в крупных делах. Рыба к неожиданным вестям. Кладбище к долгой и счастливой жизни. Часы к временным трудностям. Письмо к расставанию с близким человеком. Ребенок на руках к достатку и миру. Погоня к судебной тяжбе. Сумка к разорению. Приметы. Крепкий мороз сегодня к знойному лету. Какова погода на Кирилла, такой будет август. Ногти и волосы сегодня не стригут. Покупки, совершенные сегодня, будут очень неудачными. Сегодня успешно лечится алкоголизм. Сегодня вспоминают грехи, исповедуются и раскаиваются в совершенных проступках. 28 февраля день Анисима. Назван в честь святого апостола Анисима, одного из семидесяти. Он был рабом. Провинился и, боясь наказания, бежал в Рим. В Риме он нашел в вузах апостола Павла. Услышал от него святую проповедь. И научившись в вере в Господа нашего Иисуса Христа, он был крещен апостолом и усердно служил ему. В дальнейшем стал сам проповедовать христианство, обратив многих в истинную веру. Был схвачен. Ему переломали кости палицами, а потом обезглавили. Этот день в народе называли Анисим Зимобор. Его ожидали с большой радостью. С его наступлением начинались проводы зимы. Люди радовались тому, что весна уже на подходе. Говорили, что зима с весной спорят, кому идти вперед, а кому уступить. Промораживали семя на Анисима. Считалось, что тогда они закалятся и дадут хорошие всходы. Семена выносили на мороз, а через несколько часов клали в теплое место. Также считалось, что на них исходит благодать. Бог смотрит с неба в этот день. Это обещало сбор богатого урожая. В православной церкви сегодня почитали память святого Анисима. Его называли Анисим Овчар. И все потому, что в последние дни февраля совершали обряды, обещающие хороший приплод овец. Анисима также считали покровителем пастухов. Продолжали делать заговор на звезды. Вечером выходили на улицу и произносили особые заклинания. Старались не злословить и не сплетничать. Для этого были даже специальные молитвы. Знахарки сегодня отчитывали буйных мужей. Приметы. По погоде в этот день судили, каким будет сентябрь, теплым или холодным. Как Анисим аукнул, так сентябрь окликнул. Если поводок на Анисима, к отличному сынокосу. Годания сегодня считаются одними из самых верных. Если ветер дует с восточной стороны, летом будут песчаные бури. Яркая и полная луна на небе, холода еще будут. Мало снега к неурожая. В этот день не стоит строить планы на будущее. Задуманное не исполнится. 29 февраля. Память преподобного отца нашего Кисиана Римлянина. Преподобный Кисиан происходил из Рима и был сын знатных и славных родителей. С ранней юности своей он управлял любовь к наукам и книгам Священного Писания. Отличаясь прилежанием и ясностью ума, он сначала изучил философию и астрономию. А потом перешел к благоговейному изучению Священного Писания и прекрасно изучил его так, что под своим познанием он был один из самых выдающихся людей своего времени. Кроме того, он соблюдал девство, отличался душевной чистотой, благонравием и другими добродетелями. Оставив свое отечество, он пришел в Царьград к святому Иоанну Златоусту. Приобретавши от него еще новые знания и научившись добродетельной жизни, он удалился в Скид. В одном из бывших там монастырей святый Кассиан принял на себя иночество всецело, придав себя послушанию и всем монастырским трудам, приучаясь в себя тяжелой, требующей поста и других подвигов иноческой жизни. Эти подвиги возбудили в нем желание новых, высших, и он ушел в пустынное место, чтобы там вести безмолвную жизнь. Немало времени подвязался так святый Кассиан, научаясь понимать искушения и узнавая себя великими трудами, желая получить от других святых отцов большую пользу для себя, он вышел из своего места, где соблюдал полное безмолвие, и посетил все монастыри в Египте, в Февариде, на Нитрийской горе, в Азии, в Понте, в Капидокии. Ознакомившись, благодаря путешествию с житием многих великих отцов, изучив разные образы иноческих подвигов, Святой Кассиан основал два монастыря в Массилии, мужской и женской. Кроме всего, он написал несколько книг поучительных слов, исполненных назидательными предостережениями премудрости и пользы. Что касается народной молвы, то в связи с тем, что 29 февраля бывает раз в 4 года, народная молва приписывает Кассиану недобрые черты. Она называет его не Кассианом, а Кассианом. Это коры, скупость, недоброжелательность и злопамятность. Говорили, что Кассиан обладает таким дурным взглядом. Кассиан на траву взглянет, трава вянет, на скот скот дохнет, на дерево дерево сохнет. Говорили, что человека, рожденного в этот день, ожидает трудная судьба, неудачи, болезни и даже ранний уход из жизни. В этот день старались не выходить на улицу, потому что считали, что есть риск нажить неприятности сегодня или заболеть. Также в этот день не работали. Считалось, что работа на Кассианом день не будет ладиться. Что касается вступления в брак или крестин на 29 февраля, об этом даже не могло быть и речи. И вообще, нежелательным для таких важных событий считался весь високосный год. 29 февраля связано много примет и народных обрядов, которые помогают защититься от зла. Считалось, что увидеть Кассиана это к беде. Даже ветер 29 февраля считался недобрым. И от него старались скорее спрятаться. А сам Кассиан считался покровителем ветра. И его отождествляли с ними. Такие пословицы даже были. Кассиан на что взглянет, все сохнет да вянет. Кассиан на народ взглянул, тот тяжело вздохнул. Считалось, что в последний день зимы темные силы правят миром. При этом особо злым считалось время до восхода. Поэтому в Кассианов день люди старались не спать. Так они и поступали до обеда, а то и до заката. Приметы. Сегодня нельзя затевать новые дела, возводить дом, строить баню. Лучше вообще ничем не заниматься. В этот день мне рекомендовалось отправляться в путешествие. А также старались не пускать к себе друзей и путников ночевать. Подмечали, если прилететь стая ворон или филин, то это к беде. В Кассианов день делали различные обряды, защищающие от зла и порчи. Считалось, что их надо совершить после заката. Вечером нужно раздавить именно рукой сырое куриное яйцо. Это избавляет от накопившегося негатива. В этот день совершается следующий обряд исцеления. Нужно покатать сырое яйцо по телу больного. После раздавить рукой в тазу с водой или в любой другой емкости. Вода с яйцом выливается в водоем или канализацию, а емкость выбрасывается. При этом яйцо должно быть как можно более свежее. 29 февраля полезно избавляться от старого. Выбрасывается всякий хлам на улицу, а также на сердце грусть и тоску. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.